Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами изучение книги священного писания и бытия на библейском интернет-портале экзегет.ру. С вами сегодня снова я, Сладков Андрей Иванович, декан Миссионерского факультета Российского православного университета. Мы с вами рассматривали на прошлое занятие 11 главу, и она заканчивается тем, что и взял Фара Авраама, сына своего, Лота сына своего, Сару, невестку свою, и они вышли с ним из Ура Халдейского, это 31 стих, чтобы идти в землю Ханаанскую, но дойдя до Харана, они остановились там, и было дни жизни Фары, 205 лет, и умер Фара в Харане. Видим, что отец Фары, который, как я и сказал в прошлом беседе, выводит, выходит, берет всю свою семью из Ура Халдейского. Ур переводится как «страсть», «огонь», то есть из этого цивилизации страстей и пороков. По непонятным причинам многие отцы церкви только догадываются, почему именно Фара выявил. Ну, какой-то здесь был промысел Божий, и мы с вами читаем 12 главу, где говорится уже непосредственно о том, как Бог призывает Абраама. Итак, 12 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Абрааму, «Пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебя все племена земные». И пошел Абраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Абраам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харана. И взял Абраам с собой сару жену свою, лота своего, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую. И пришли в землю ханаанскую. И прошел Абраам по земле сей, до сихема, до дубравы море. В той земле тогда жили хананеи. И явился Господь Абраам, и сказал, «Потомству твоему я отдам землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Видим, что Бог призывает Абраама выйти из родства и земли своей, из родства, из дома своего, куда я укажу тебе. И ничего ему не обещает, кроме потомства. Абраам слышит этот голос и слушается. Он выходит, потому что Абраам знает, кто ему говорит. Из этой истории видно, что этот праведник, муж веры, приучил свой слух к тому, чтобы слышать голос Божий. Представьте себе, если современному человеку сказали, «Выйди из дома твоего, от отца твоего, уезжай из Москвы, поотдай свою квартиру, езжай куда-то туда, куда я скажу тебе». Ну, любой человек засомневался, сказал бы, «Слушайте, это вообще голос Божий? С какой-то стати я должен уезжать там, где я родился, там, где я живу, из дома отца своего?» Ну, снова повторю, Абраам это делает, потому что он муж веры, потому что он знает и слышит не что ему сказано, а знает того, кто ему говорит. Ему говорит Бог. Поэтому он не сомневается. Точно так же в нашей жизни, если заповедь нам говорит, почитается Аймать, «Дабы продлились дни твоей жизни на земле», нужно слышать эту заповедь и поступать по ней. Если заповедь говорит, «Не прелюбодействуй», нужно жить по ней. Если заповедь говорит о том, «Не завидуй», нужно жить по ней. Если заповедь говорит о том, «Не осуждай», нужно жить по ней. Такая вроде бы простая вещь, не завидовать, не осуждать. Тут и делов-то, но попробовать только стоит. И увидим, что это не так просто, справиться своими силами, без помощи Божией. Но Абраам знает, кто ему говорит. Свидетель Игнатия Бринчанина пишет по этому поводу, «Нужно предаться водительству веры». При этом водительстве в свое время, после значительных подвигов благочестия, Бог дарует верному рабу своему разум истины или разум духовный. Конец цитаты. Видим, святитель Игнатий так и говорит, что нужно предаться водительству веры. А вера имеет свое содержание. Вера — это не просто вера в душе. Если такой вере человек будет предаваться, то неизвестно, куда она его занесет. Когда сегодня люди говорят, что «я верю в душе», для православного человека, знакомого с православной антропологией, это звучит, ну, по крайней мере, нелепо. Почему? Согласно православному учению, душа человека трехсоставна. Как Отец, Сын и Дух Святой сотворил человека по образу своему и подобию, так и человек трехсоставен — это дух, душа и тело, так и душа по образу и подобию Божию имеет трехсоставность — ум, чувство и воля. Ум, чувство и воля. Поэтому, когда человек говорит о том, что «я верю в душе» и надеется на то, что эта вера его как-то выведет куда-то в прямые пути, он заявляет следующее, что «я всегда думаю о Боге», что «я всегда чувствую Бога», что «я всегда творю Его святой волю, но точно по молитве Отче наш да будет воля твоя, як на небесе и на земле». Абсурдное заявление. К такому только стремится человек, к такому стяжанию. Преподобному Серафиму Саровскому нужно было тысячи дней и ночей стоять на камне, читать Евангелие. Новый Завет преподобный Серафим прочитывал в течение недели. Я об этом говорил, этот пример приводил неоднократно в своих беседах. В течение недели прочитывал весь Новый Завет, несмотря на то, что еще и был в молитвном предстоянии. Вот что значит приучить ум свой, вот что значит предаться водительству веры, чтобы Господь даровал, как говорит святитель Игнатий, разум истины или разум духовный, который был у Авраама. Святитель церкви и земли русской Тихон Задонский включает следующее, цитата. «Вера таинственно соединяет душу верного со Христом, как невесту с женихом, о чем пророк говорит от лица Господа, обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Прокосия 2.20 И апостол говорит, «Обручу вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». 2 Коринфянам 11.2 Ради этого Христос такую верную душу очищает от греха и всякой скверны и делает ее святой, избавляет ее от духовных бедствий, проклятия, осуждения, смерти и всякого рода духовного неблагополучия». Конец цитаты. Удивительно, как пишет святитель земли русской Тихон Задонский. «Избавляет человека от всякого неблагополучия, от всяких бед. Кого? Какую душу? Ту душу, которая верой соединяется таинственно со Христом». Снова и снова повторю. Вера имеет свое определенное содержание. Это содержание кратко, но емко отцами церкви записано в символ вери, который мы поем с вами на каждой божественной литургии и читаем в молитвенных правилах. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца, небо земли, видим, всем не видим» и так далее. «Жертвенник». Мы видим, что когда Авраам слышит голос Божий, он выходит из ура халдейского, из этого места пороков и страстей и строит жертвенник. Мы неоднократно уже видели в Священном Писании, что иной, выйдя из ковчега, делает жертвенник благодарственный. И Авраам поступает точно так же. Он благодарит Бога. Жертвенник — это всегда благодарственная молитва. Он благодарит Бога за то, что он вывел его из этого состояния. Как часто мы благодарим Бога? Я вот говорил, снова повторю, узнавал в церковной лавке, сколько заказывается просительных молитв и сколько благодарственных. Говорят, ну, процентов 90 просительных, процентов с десяточек, может быть, благодарственных. Смотрите, что пишет тот же святитель Тихон Задонский о благодарении необходимости, благодарении Богу, о том, как Авраам в своем молитве благодарит Бога. Бог нас тоже вывел в свое время из мира страстей, из мира бушующего здесь на то, чтобы мы вели духовную брань с духами злого поднебесных. Но при этой бране в каждой маленькой какой-то победе, с помощью Божией не забывали Бога и благодарить. Вот как пишет Тихон Задонский. «Слава Богу за все! Слава Богу, что создал меня по образу своему и подобию! Слава Богу, что меня, падшего, искупил! Слава Богу, что обо мне недостойным промышлял! Слава Богу, что меня, согрешившего, в покаяние призвал! Слава Богу, что дал мне свое святое слово, как светильник, сияющий в темном месте, и тем меня на истинный путь наставил! Слава Богу, что мои сердечные очи просветил! Слава Богу, что дал мне познать святое имя свое! Слава Богу, что баню крещения грехи мои омыл! Слава Богу, что показал мне путь к вечному блаженству! Путь же есть Иисус Христос, Сын Божий, который говорит о себе, ясен путь, истинная жизнь! Слава Богу, что согрешающего меня не погубил, но по своей благости претерпел согрешений мои! Слава Богу, что показал мне прелесть и суету мира сего! Слава Богу, что помогал мне в различных искушениях и смертных случаях меня сохранил! Слава Богу, что меня от врага дьявола защищал! Слава Богу, что меня лежащего поднимал! Слава Богу, что меня печального утешал! Слава Богу, что меня заблудшего обращал! Слава Богу, что меня отечески наказывал! Слава Богу, что мне объявил страшный свой суд, чтобы я боялся его и каялся в грехах моих! Слава Богу, что сказал мне о вечной муке и вечном блаженстве, чтобы я избежал муки и искал блаженства! Слава Богу, что мне недостойному подавал пищу, которая мое немощное тело укреплялась, подавал одежду, которая мое ногой тело покрывалась, подавал дом, в котором я находил покой. Слава Богу и за прочее его благо, которое подавал для хранения и утешения моего. Столько я от него получил благодеяний, столько раз вздохнул. Слава Богу за все. Конец статуры. Удивительные слова. Действительно, это как молитва может звучать, благодарение каждого православного христианина. Именно так, когда мы встречаем в Священном Писании, что праведники, праотцы воздавали хвалу Богу, они строили жертвенники. Конечно же, сейчас, как по псалмопевцу Давиду, мы знаем, что он так и восклицает. Жертву Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Вот главный алтарь, куда нам необходимо призывать. «Призывать Духа Святаго, которому мы молимся, как Царю Небесный, утешителю, приди и вселисивный, и очистенный от всяких скверный, и спаси, благо, души наши». И мы читаем с вами далее. Седьмой стих. Да, седьмой стих. Сказано, что явился Господь ему, Аврааму, потомству твоему снова обещает и отдам землю. После того, когда Авраам произносит эту благодарственную молитву, фактически служит благодарственный молебен, как патриарх. «Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер, и поднялся Авраам, и продолжал идти к югу». Девятый стих. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился в голод в земле той». Только сейчас мы восхваляли Авраама и говорили, что он послушался Богу, он знал, кто ему говорит. Он молился Богу, он благодарил Бога за то, что он вывел его из этого города, порока из страстей. И вот мы видим голод, и Авраам сходит в Египет. Египет в Священном Писании — это всегда прообраз, в общем-то, ада. Да, фараон — прообраз дьявола. То есть это языческий такой мир, поэтому мы видим, зачем-то Авраам туда сходит. И для нас, казалось бы, такой праведник, ну вот с точки зрения такой человеческой иронии, мог бы и попаститься. Голод, и вдруг снисходит в Египет. Но надо помнить, и не спешить с ответом на этот вопрос, надо помнить, кто такой Авраам. Авраам — это патриарх, ветхозаветный патриарх, который ведет свой народ, выводит свой народ из Ура Халдейского и ведет свой народ в Ханаан, прообраз Царствия Божия. Поэтому патриарх ответственен за тот народ, который он ведет. Он идет не один. Если бы он был монах-отшельник, ну, конечно, мы могли бы сказать, да и он сам бы, наверное, сказал бы, ну, ничего. Господь прокормит, Господь даст. Надежда на Бога у него бы только усилилась. Но он ответственен за тех людей, которых он ведет. Он не может дать, чтобы люди, которые идут с ним, мы видим, племянник, слуги, это целое шествие, скот весь, представляете, сколько это людей, это тысячи-тысячи голов скота, это сотни людей. Он не может так просто уморить их голодом. Поэтому ради этих людей, к милосердию к ним, он снисходит в Египет. Вообще снисхождение Авраама в Египет, отца церковь усматривает прообраз снисхождения Христа в ад. Как и Христос, о котором сказано, сошел в ад и проповедовал там людям, находящимся. Об этом сказано в послании апостола Петра, 1 Петра, 3 глава, 18-21 стих. Вот что здесь говорится. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некто непокорным ожидающих Божьего дотерпения в одни ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа. То есть мы видим, что здесь Авраамс нисходит туда, чтобы, это прообраз Христа, но и чтобы сохранить народ. Вот, Христос приходит в этот мир и нисходит в ад, для того, чтобы вывести нас из состояния ада уже в этой жизни и привести нас в царствие Христово. И мы читаем с вами далее. Когда же он приблизился к Египту, то сказал царе жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасно видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его. И убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет. Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее вельможи фараоновой и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараона. И Аврааму хорошо было ради нее. И был у него великий крупный скот и ослы, и так далее. Только-только мы, ну, можно сказать так, опять же, по-человечески оправдали Авраама, что он сходит в Египет. Действительно, он заботился. Ну, это наше чисто человеческое такое рассуждение. Но мы видим другую историю, которая, слух человека, не приученного к божественным откровениям, просто, ну, можно сказать так, настораживает, что это здесь происходит. Как-то праведник вдруг своей жене говорит о том, скажи что-то мне сестра. Ну, на самом деле, Сара действительно была сестрой Авраама. В то время она была его ближайшей сестрой, некоторые двоюродные, троюродные. В то время такие браки не запрещались, потому что человеческая природа не накопила еще столько греха. Это уже впоследствии сейчас эти браки запрещены по той причине, что от них рождаются, ну, не совсем здоровые дети. Тогда такие браки восстановлялись. Но статус жены, когда она выходила, был намного выше. То ли дело сестра, то ли дело жена. Кто жена-то и понимает разницу, если у вас есть сестра между сестрой и женой. Это, конечно, разные вещи. И статус был намного действительно выше. Но Сара соглашается сказать, что она его сестра. Я представляю. Просто иногда так, переводя на современную ситуацию, я представляю, что сегодня, если бы мужу грозила какая-то опасность, и вдруг он сказал бы своей жене, скажи, что ты у меня сестра, я представляю, какая реакция была бы женщина с феминистским сознанием. Я вообще за кого замуж вышла? Ты кто такой? Ты что, не можешь у меня постоять? Ты что, тряпка, что ли? Ты мужчина вообще? И прочие-прочие упреки. Сара так не поступает. Потому что она точно знала, что в этой стране живут люди злые, как о них сказано, развращенные люди, которые убили бы Авраама, чтобы взять Сару в гарем. Они тогда, несмотря на то, что были язычниками, не могли взять себе в жену, если муж жив. Такие у них были языческие порядки и законы. А вот убить его запросто. И что взять себе? Интересно, что по этому поводу пишет Амрой Семидиоланский. Цитата немного пространная, но очень поучительная. Итак, цитата. Случился голод, и он сошел в Египет, Авраам. Он знал, что в Египте распущенные юноши, разврат, разнузданное вожделение, необузданность, страстей. Он понимал, что в такой среде скромность его жены будет без защиты. И что красота супруги будет для него опасна. Поэтому он научил ее говорить, что она его сестра. Тем самым мы научаемся, что не слишком следует искать красоты супруги, которая часто может стать причиной смерти мужа. Интересный дает совет здесь Амрой Семидиоланским тем людям, которые еще не женаты. Не слишком, говорит, стоит искать красоты супруги. Ведь не столько красота жены, сколько ее добродетель и серьезность радуют мужа. Тот, кто стремится к счастливому супружеству, пусть не ухаживает за той, которая кичится богатством, которую не сдерживают брачные обязательства, не за той, которая украшает себя драгоценностями, но за той, которую украшают добрые нравы. Нередко жена оскорбляет мужа, если знает, что она более знатна. Все это близко гордыне. И, как продолжает святитель, Сара не была богаче состоянием, не блистательней родом, поэтому она не считала мужа неравным, поэтому она любила его, как равного ей достоинствам, поэтому ее не удерживали ни состояния, ни родители, ни родственники, но она следовала за своим мужем, куда бы тот ни шел. Она вступила в чужую страну, объявила себя его сестрой, согласившись, раз уж это необходимо, подвергнуть опасности свою честь, а не безопасность мужа. И чтобы спасти супруга, солгала про родство с ним, чтобы злоумышления против ее чести не убили бы, замышляющие против его чести, не убили бы его, как соперника и защитника жены. И действительно, едва только египтяне увидели ее, то были поражены ее красотой необыкновенной. Конец цитаты. Смотрите, на что обращает внимание свидетель Амбруси Медиаланский. Он так и пишет. Она вступила в чужую страну, объявила себя сестрой, согласившись, раз уж это необходимо, подвергнуть опасности свою честь, а не безопасность мужа. Удивительное послушание жены своему мужу. Здесь, по сути, выражается евангельская заповедь, которая позже, через несколько веков, будет произнесена в Новом Завете. Нет больше той любви, кто душу свою положит за друга своего. Она видела в своем супруге не просто мужа, но еще и друга. И она готова была пожертвовать собой. Это действительно жертвенная любовь. Здесь проявилось то, о чем апостол Павел позднее, опять же, в Новом Завете воскликнет. Носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов. Она знала, что его убьют точно. Но она надеялась и на Бога, и знала, что муж глава, она помощница, а дети, которым Господь им обещал, будут послушниками. Что же дальше? Как они вышли из этой истории? Но Господь поразил, сказано, тяжкими ударами фараона. И дом его засору жену Аврааму. И призвал фараон Авраама и сказал, что это ты сделал со мной. Для чего не сказал мне, что она жена твоя. Для чего ты не сказал, сказал, что сестра моя. И я взял, было ее себе в жену. Она не подвергнулась осквернению. Он не взял себе ее в жену. Сказал, было взял, но не взял. И я взял, как говорится в 19 стихе, было ее себе в жену. А теперь вот она, твоя жена, возьми ее и иди. И дал о нем фараон повеление людям. И проводили его, и жену его, и все, что было у него. Еще, как будет об этом сказано в дальнейшем, в 13 главе еще и богатство ему дал. Еще и денег ему дал. Только уходи. Так Господь его поразил. Некоторые говорят, а за что же фараон поразил, за что Господь поразил фараона? Он-то здесь как бы ни при чем. При чем. Всегда при чем. Надо разбираться. Прежде всего, хорошенько исследовать, для того, чтобы брать себе в жены. Кто такая? Откуда? Они так себе с бухты-барахты, даже если ты язычник. Поэтому это было ему, в общем-то, в назидании. Итак, мы видим, что удивительная картина, о которой так вот заключает федитальян Златоуст, цитата, он говорит, какой ум будет в состоянии достойно надевиться этому событию. Или какой язык может изречь это чудо. Жена, блистающая красотою, отдана в жертву египтянину, царю-властителю, человеку страстному и необузданному, выходит неприкосновенный, сохраняет свою чистоту. Таковы-то всегда Божьи устроения. Они чудны и необычны. Конец статы. И тут хочется вспомнить слова «Мои мысли не ваши мысли», как говорит Господь, «И мои пути не ваши пути». Или как пишет апостол Павел об этом в послании к римлянам, 11 глава, 34 стих. «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» Или книга Откровения, 15 глава, 3 стих. «Велики и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны, пути твори, Царь святых».